Всего в нескольких сотнях метрах от Порсмутского собора и очень близко к набережной, за памятником адмиралу Нельсону, который погиб, приведя свой флот к победе в Трафальгальской битве 1805 года. Находится Королевская гарнизонная церковь. Если говорить об истории Королевской гарнизонной церкви Порсмута кратко, то это средневековый госпиталь, расположенный в Старом Порсмуте, Хемшир, Англия. Церковь была основана примерно в 1212 году Петером Дерошем, епископом Винчестера и в то время была известна как Домисдей. В переводе с латыни означает Дом Бога. Первоначально использовалась как богодельня и хоспис, служившие прибежищем для половников, пересекающий Ла-Манш по пути к различным святыням. В настоящее время часовня является памятником архитектуры второй категории, более известная как Королевская гарнизонная церковь и находится под эгидой организации English Heritage. В 1540 году, как и многие другие церковные постройки, здание было захвачено королем Генрихом VIII и до 1560 года использовался как склад оружия. Больница пришла в упадок и только с началом Великого Елизаветинского проекта по укреплению обороны Порсмута. Спасло ее от полного разрушения. В 1559 году средневековая больница стала резиденцией военного губернатора. Позднее здание входило в состав армейского гарнизона. В то время в Порсмуте находился большой армейский контингент. Сам Домисдей стал королевской гарнизонной церковью, что сделало ее старейшей гарнизонной часовней в мире, где произошли два знаменательных события в истории этого места. А именно, часовня стала свидетелем королевской свадьбы, где 22 мая 1662 года состоялась свадьба короля Карла II и принцессы Екатерины Браганской. В июне 1814 года в честь поражения Наполеона в битве при Лейцеге и его последующего отречения от престола были организованы грандиозные приемы. Церковь посетили другие монархи, в том числе король Яков II, королева Анна и Георг III. Дом был разрушен в 1826 году, а церковь восстановили в течение последующих 50 лет. В XIX веке была разработана десятилетняя программа реконструкции в церкви, включая новое южное крыльцо и резницу, новый пол, а также специально разработанную мебель и мемориальные окна. Работа была завершена к 1871 году. Церковь приобрела вид XIII века, которого не было на протяжении многих веков. Церковь королевского гарнизона стала центром духовной жизни для всех дислоцированных здесь военных. Но в 1941 году в результате бомбардировки неф остался без крыши. Витражи, рассказывающие историю церкви, были установлены во второй половине XX века. Некоторые из них были заменены традиционным дизайном, а другие окна демонстрируют отношение британской армии к королевской гарнизонной церкви Портсмута. Солдат с винтовкой и штыком рядом с танком, времен Второй мировой войны. Дубовые стойла 1870-х годов посвящены памяти самым известным морякам и солдатам, начиная с горация Нельсона и герцога Веллингтона. Простой каменный памятник с лежащей на нем фигурой генерала, прижимающего к груди меч с перекрестной рукоятью. Памятник генералу сэру Чарльзу Непьеру. Непьер был военным реформатором и преданным солдатам своей родины. Теперь он упокоится на небольшом участке земли рядом с гарнизонной церквью в дружеской компании, подходящей для воина, потому что это место буквально забито пылью героев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова